Итак, начнем с АЗО. Сколько и как добрать, какие есть требования, какие ожидания, какие плюсы и минусы. И мы кратко сравним, чем отличаются AP-классы от классов Honors и IB. Итак, что же такое AP-классы? AP давайте сразу расшифруем. Advanced Placement. То есть это предметы с углубленным изучением. А AP-courses это то, что вы увидите у себя в школе, в школе своих детей. Это курсы с углубленным изучением отдельных предметов. Это, как правило, самые сложные курсы, которые предлагаются в вашей школе. Программа идет на уровне университета, но при этом преподается в школе. Всю программу обучения по AP-курсам разрабатывает и ведет College Board, неправительственная организация, которая одновременно занимается и вступительным экзаменом SAT. AP-классы оцениваются по пятибалльной системе. Пятерка самая высшая. Вот здесь очень важно. Вузы засчитывают вам AP-классы в качестве кредитов с трех, с оценки три. Плюс AP-классы бывают не просто обычные AP-классы, а еще и бывают AP Scholar Award. То есть это дополнительный сертификат, который могут получить ваши дети по высоким результатам. Какие же бывают AP? Какие предметы? Их достаточно много. Здесь я выбрала первый список и литература, и языки, и естественные науки, экономика, статистика, компьютерные науки в том числе. AP по каким предметам? Мы сказали, но очень важно, что недавно, совсем несколько лет назад появился AP Capstone. Это такая инновационная программа, которая состоит из двух компонентов. Семинар и исследование. Вот Seminar and Research. Вы можете получать либо AP Capstone диплома, или AP Capstone сертификат. И я вам указала на слайде, при каких это условиях. И очень важно понимать, что в эту программу входит еще и письменная работа, достаточно большая, объемная. Итак, AP. Сколько и когда? Вот я здесь указала ссылку на сайт College Board. Очень хороший ресурс, который дает объемную информацию и детальную информацию. Итак, список AP Courses вы как раз найдете там. AP экзамены сдают 3 миллиона школьников из 22 тысяч школ. Это средняя статистическая информация. Это и США, и Канада. Появились экзамены AP с 1952 года. То есть это достаточно старая традиция. Всего около 40 курсов. Обычно их дети берут в 9-12 классах, то есть в high school. Есть еще очень интересный вариант, когда вы можете AP не только брать курсы, но вы можете и не брать курсы, но сдать экзамен. Взять максимум AP. Это то, что говорят и пропагандируют многие университеты, когда они рассматривают кандидатуры ваших детей на поступление. Да, мы хотим видеть, что ты взял наибольшее количество AP, которые были представлены в твоей школе. Но я при этом всегда останавливаю родителей детей и говорю, важен баланс. Важно не захлебнуться нашим детям. Важно, чтобы у них осталось время на другие их интересы. Поэтому особенно важно не перегружать 12 класс. И, конечно, когда мама пытается записать ребенка на 6, 7, 8 классов, 12, 10, в один класс, это очень много. Пожалейте ваших детей. Поэтому старайтесь распределять курсы AP на разные классы, чтобы это не случилось все в один год. И вот здесь я хотела вам привести статистику, что Лига Плюща в среднем ожидает от студентов 7-12 AP курсов. Что еще важно знать про AP? Обучение по AP курсу идет в течение года. То есть это у вас два синистра. И обратного пути из AP нет. То есть начали заниматься, отказаться нельзя. И в конце года у вас писемный экзамен. Вот как раз сейчас мы с вами находимся в самом эпицентре так называемого периода по сдаче экзаменов AP. Результаты мы все получим в июле. Итак, я хотела сказать, что бывает AP по предметам, а есть AP Scala. Так называемый почетный результат. AP Scala это значит у вас 3 AP и у вас оценка выше, чем 3. Помним, да, что AP у нас оценивается от, до 5 баллов, да. И у вас больше AP за годовые курсы. Также бывает AP Scala with Honor, да, когда у вас средний балл 3.25 или выше по всем AP экзаменам. Также бывает AP Scala with Distinction. Следующий уровень, да. И я опять включаю ссылку, потому что определений много, информации много. Пожалуйста, проверяйте с сайтом College Board, какие возможны варианты, потому что их много. Итак, зачем нам нужны эти AP классы? Как к этому относятся университеты? Вот такая таблица, которая представляет, на какие факторы обращают внимание приемные комиссии при рассмотрении кандидатов на прием. Первое, самое важное, это Grades in College Prep Courses. То есть это ваши курсы, которые готовят ребенка к университетской работе. Продолжение следует...